Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у меня в обзоре одна посылочка с Алиэкспресс и здесь находятся штампики Я заказала штампики для стемпинга У меня, вы видели, видео вот такое вот золотое, я его брала у Фиора, но на Алиэкспресс точно такие же есть штампики По цене не помню, по-моему одинаково. Работаю подобным штампиком Стемпинг получается замечательно Очень много запросов по поводу стемпинга У многих он не получается У многих разводами, у многих пятнами У многих гель-краска растекается По пластине не получается четкий рисунок В одном из следующих видео обязательно покажу, как это делаю я более подробно. Также заказала вот такой штампик еще, он точно такой же только меньше И заказала вот такие вот сухоцветы Здесь такие достаточно большие цветочки, есть листики А в этой коробочке мелкие цветочки, тут какие-то еще типа астры что ли есть Они все разноцветные, также есть листочки В общем посмотрела я на Алиэкспресс на эти сухоцветы Загорелась, очень захотелось сделать с ними дизайн Ну и собственно поэтому заказала Сегодня будем смотреть на эти сухоцветы в деле А я приступаю к работе У меня вот такие ручки в работе Буквально на этой неделе вы видели как я выполняю этот дизайн Для вас прошло несколько дней, для нас клиенткой прошло 4 недели Все хорошо относилось, но покрытие значительно отросло и требует коррекции Поэтому первым делом убираю длину примерно настолько, насколько отросло покрытие И далее снимаю старый материал до тонкой подложки То есть старый материал я не убираю полностью От слоек нет, поэтому допиливаться до натурального ногтя не вижу смысла Далее пилочкой придаю форму свободному краю Предыдущий дизайн был первый когда клиентка сменила форму с квадратов на миндаль и сегодня тоже хочет миндаль Поэтому убираю углы от точек в рост выравниваю выглаживаю к свободному краю и придаю форму, которая хочет клиентка Обязательно прохожу пилочкой по поверхности убираю глянец отросшей части ногтевой пластины и выравниваю поверхность ногтя Далее мы не используем Отодвигаю кутикулу Открываю подкутикульный карман Я это делаю пушером Очень удобная анатомическая лопатка которая хорошо заходит в подкутикульный карман Практически на всех руках идеально подходит этот инструмент для выполнения этой задачи Ну и дальше фрезой прочищаю Своим большим пальцем оттягиваю кожу клиента Причем оттягиваю в той части в которой работают То есть если я сверху прорабатываю кутикулу я тяну вверх Если я прорабатываю в синусе я тяну вбок от синуса Если я прорабатываю боковую пазуху соответственно я тяну от боковой пазухи Сначала фрезой прохожу по поверхности ногтя убираю оставшиеся птерики Далее прорабатываю боковую пазуху Прорабатываю боковой валик убираю грубелости И дальше щечкой фрезы работаю уже непосредственно по кутикуле Приподнимаю ее еще больше для среза и шлифую кожу изнутри Все те же самые действия только на реверсе и с правой стороны Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Далее фрезу шар мне нужно счистить подметую ленту кутикулы Но сначала я прорабатываю подушечку убираю грубелости Далее по боковому валику поднимаюсь вверх Прорабатываю синус Я в этот момент держу палец вот таким вот верхним захватом Прохожу фрезой по внутренней части кутикулы приподнимаю ее еще больше для среза могу проработать от синуса до середины ногтя непосредственно по самой кутикуле счистить ее и далее уже меняю захват и дорабатываю оставшуюся часть кутикулы убираю ее Ну и соответственно последним этапом я шлифую левый боковой валик и левую подушечку Когда я убрала пыль я увидела, что справа у меня осталась такая вот белая грубелая немного кожица по боковому валику я ее дошлифовываю Ногти готовы на подготовленные ногти я наношу праймер Далее грунтовочный слой каучуковой базы наношу втирающим слоем сразу на все ногти База хорошо проникает в приподнятые чешуйки ногти сцепление становится максимально прочным и от слоек, как вы видите, в процессе носки нет хотя эта клиентка на работе постоянно в контакте с водой Дальше на грунтовочный слой базы я буду наносить сразу цвет У меня от Борн Бритти это серебристая кошка с таким вот легким сиреневым подтоном Наношу кошку на весь ноготь ну и магнитом собираю блик Так делаю на всех ногтях то есть у меня будет кошка лежать под укрепляющим слоем как вот мы делаем градиент растяжку от кутикулы или от свободного края под гелем только сегодня у меня в этой роли будет кошка Ну и далее я решила использовать все-таки в дизайне сухоцветы наношу тонким слоем базу на ноготь где я запланировала дизайн выбрала цветок и прикладываю его к ногтю стараюсь максимально утопить лепестки в базе лишнее попыталась оторвать но лепесток не оторвался думаю ладно, ничего страшного потом доработаю пилочкой самое главное сейчас хорошо прижать лепестки к ногтю чтобы они полностью утонули в базе и плотно облегали ноготь на второй руке делаю то же самое я выбрала фиолетовые розовые цветочки здесь уже добавляю такие цветы поменьше делаю композицию но если честно я сейчас смотрю на свою работу и она мне не нравится мне не нравятся эти цветы либо надо ногти длиннее то есть чтобы поверхность была больше тогда возможно эти лепестки будут смотреться как лепестки цветка сейчас мне просто не напоминают какие-то непонятные пятна и я не могу их ассоциировать с цветком поэтому я пилочкой убрала цветы не захотела я их оставлять ну а я решила переиграть дизайн приклеиваю золотую рамку на ногти среднего пальца и квадратик поменьше на ногти безымянного пальца просто креплю золотую ленточку все-таки буду использовать в дизайне сухоцветы но вот эти вот маленькие беру соцветия отрезаю от него маленькие цветочки наношу на ноготь базу и вот в эту рамочку прикладываю цветочки также стараюсь утопить их в базе но сильно прям так не усердствую иначе лепестки начинают отпадать от цветочка все равно, как вы поняли, у меня еще будет укрепляющий слой геля он точно перекроет всю мою композицию и ничего у меня не отвалится ну и собственно пришло время этого самого укрепления я буду использовать прозрачный гель чтобы все мои цветочки и вся моя композиция была видна как обычно наношу капельку геля в зоне апекса и распределяю его по поверхности ногтя таким образом я укрепляю все ногти даже те ногти, где нет дизайна так как там я не делала укрепления то есть у меня и ногти, где просто серебристая кошка тоже будут под укрепляющим слоем геля гель работает как увеличительное стекло и сияние кошки становится каким-то другим каким-то волшебным попробуйте сделать такой дизайн и вы увидите разницу действительно под укрепляющим слоем геля кошка намного круче блестит и переливается укрепление на всех ногтях выполнено далее я буду использовать акриловые краски я нанесла уже матовый топ и по матовому топу фиолетовая акриловая краска рисую верхние крылья бабочки я селиловые краски Дальше с синей акриловой краской я адресовываю нижние крылья бабочки. Черная акриловая краска делаю тоненькую прорисовку, рисую тельце, усики и стараюсь как можно тоньше прорисовать крылья. Я еще не сильно владею этой техникой, не сильно рука набита в работе именно с акриловыми красками, поэтому возможно где-то что-то получается не очень красиво. Осталось перекрыть все ногти топом. И вот такая работа у нас получилась, повторюсь, под укрепляющим слоем геля, гель работает как увеличительное стекло, сияние кошки смотрится абсолютно по-другому. Ну и вот такая работа у нас получилась. Цветы конечно не сильно видны, их хорошо видно только когда близко рассматриваешь, то есть когда близко подводишь камеру или близко ногти к глазам подводишь, конечно тогда и лепесточки видны, и цветочки в целом видны, но сдалека что-то такое непонятное фиолетовое. Так что не могу рекомендовать эти сухоцветы, возможно придумаю какой-то дизайн, в котором это будет вау смотреться, тогда смогу рекомендовать. Сейчас на основании именно этой работы сухоцветы рекомендовать не могу, лично мне они не понравились в работе. Подписывайтесь на канал, впереди много интересных видео и экспериментов. Ну а на сегодня у меня все, всего доброго, хорошего дня!